Итак, мы продолжаем наш аудиокурс, посвященный элементам криптографии. Как видите, приложение применения этого курса в школе тоже можно найти. Хоть сами с учениками можете мероприятия проводить, где разбираются эти шифры будут. Тут и шифр Цезаря тот же вспоминать и применять можно, в принципе, не возбраняется. Начнем теперь шифры гоммирования рассматривать, но чуть более сложные. В то время как шифры простой замены, о которых мы ввели речь на предшествующем информационном блоке, можно невольно использовать, если вы, допустим, получите текстовое сообщение, письмо или какой-то электронной почте на кириллице, только кодировка будет сбита. Такое нередко встречается, потому что разные операционные системы в качестве основной кодировки могут использовать разные номера в Windows, в Windows 1251, в Linux подобных 866. Разные номера для разных символов кириллицы задействуются. Перевод из одной кодировки в другую – это фактически шифр той самой простой замены. Подобрать соответствующий ключ можно статистическим путем. Есть соответствующие онлайн-сервисы, которые сбитую кодировку вам восстановят в два клика буквально. Ну, теперь усложним задачу и рассмотрим шифры гаммирования. Напомним, во-первых, что в основе рассматриваемых систем шифрования ложится метод наложения некоторой ключевой последовательности, так называемой гаммы, на открытый текст. Наложение заключалось в начале в позначном таком, по символьном шифровании с использованием так называемого квадрата-виженера. А позднее по символьному, по значному такому сложению или вычитанию свели по тому или иному модулю. То есть модулярная арифметика. Арифметика остатков оказалась задействована. Хотя мы уже отмечали ранее, что данные шифросистемы относятся к многоалфавитным системам замены. И в силу простоты своей технической реализации, а также в силу высоких криптографических качеств, эти шифры получили со временем достаточно широкое распространение. То есть в различных сферах человеческой деятельности используют подобные шифры, подкупающие своей простотой. С шифром виженера предлагается ознакомиться самостоятельно. Они просты достаточно для изучения, для понимания. Мы уже сконцентрируемся на более сложных вопросах. Или так, шифр виженера, если исторический экскурс сделать. Исторический первый шифр гоммирования как раз совпадал по сути с этим шифром виженера. Блес де Виженер, живший с 1523 по 1596 годы. Это французский дипломат, посол в Риме. Он в свое время написал достаточно большой труд, трактат о шифрах, которым назывался. Заметим, что таблица виженера представляет собой некий квадрат. Каждая строка и каждый столбец которого это некоторая перестановка знаков данного алфавита, используемого для шифрования и дешифрования. Произвольная такая таблица получает название латинский квадрат. Если используется символ латинского алфавита, то название вполне оправдывает само себя. Далее, вот как этот квадрат виженера может выглядеть для латинского алфавита и для русского алфавита. Что мы видим в русском алфавите? 33 на 33. Каждая буква получает номер с нулевого до 32, подряд идущий от А до Я в нулевой строке, от Б до А в первой строке. И строка за строкой сдвиг по символю влево осуществляется. Последняя же, 33 строка под номером 32 начинается на букву Я и заканчивается на букву Ю. Насколько следующий сдвиг в этой циклической подстановке приведет вновь к стартовой строке. Начнется строка с буквы А и завершится на букву Я. В латинском алфавите по такому же принципу происходит заполнение квадрата 26 на 26. Каждый из строк, столбцов которого, имеет номера с нулевого до 25 включительно, и последовательно сдвигается на одну букву влево. Нулевая строчка, строчка с номером 0 начинается на букву А и из нулевого столбца завершается буквой Z. Ну и в следующей строке будем начинать с буквы B, заканчивать буквой А. А в последней строке с буквой Z начнется заполнение и предпоследняя буква латинского алфавита закончится, поскольку повторный сдвиг этой строки приведет к начальному положению дел. Для шифровки сообщения под этим квадратом записывается ключевое слово с повторами необходимое количество раз, чтобы заполнить всю строку целиком. Затем в третьей строчке пишут криптограмму. Каждую букву шифруют той, которая стоит на пересечении столбца, в которой она записана в квадрате Винженера в первой строке. И строки, на пересечении получается, то есть строки, в которой находится соответствующая буква ключевого слова. То есть этот шифр Винженера по ключевому слову позволяет закодировать сообщение и знание ключевого слова воспроизведет открытый текст из кодового сообщения. При этом достаточно иметь лишь небольшой фрагмент квадрата Винженера, который содержал бы его первую строчку и в этой строке начальные буквы, которые бы составляли бы ключевое слово. То есть вся суть применения этого квадрата именно вокруг этих строчек разворачивается. По ключевому слову мы смотрим, какая буква на какую будет заменяться. Для расшифровывания криптограммы поступают аналогично, но по обратной последовательности. Получается с точностью до наоборона. Под криптограммой записывается ключевое слово. Повторяется это ключевое слово необходимое количество раз. Как по маске в виде гаммы, да, своеобразный. Это ключевое слово будет зашифровывать сообщение. Ну а в обратной последовательности расшифровывать. Потом в третьей строке пишем исходное сообщение по следующему алгоритму. Каждую букву криптограммы отыскивают в той строке квадрата виженера, в которой на первом месте соответствующая буква ключевого слова находится. То есть ключевое слово это как бы выбор строки получается. А потом заменяют текущую букву криптограммы из первой строки на значение соответствующего столбца. То есть происходит замена, да, по этому квадрату. Так, например, если ключевым словом будет слово алгебра, то для расшифровки и шифрования будет вполне достаточно иметь фрагмент квадрата виженера для букв а, л, г, е, б и р. То есть нет необходимости весь квадрат выписывать, а вот соответствующие строки, начинающиеся на а, л, г, е, б и р, нам понадобятся. И тогда сообщение криптография, такой длинный текст, да, с помощью ключевого слова алгебра зашифруется так. Криптограмма будет содержаться в третьей строке. Открытый текст криптография по буквенно записалась под квадратом виженера. На нее накладывается гамма, алгебра, ну и опять повторяем ключевое слово, алгеб, да, не до конца оно повторилось, но тем не менее посимвольно это ключевое слово в роли гаммы выступило. Ну и теперь начинаем шифрование. По строке, содержащей, начинающейся на букву а, смотрим, к должна замениться на к. Соответственно, первой буквой криптограммы осталась буква к. Теперь по букве л смотрим. В строке, соответствующей начальной букве л, мы видим, зашифровываемый символ р должен замениться на мягкий знак. Соответственно, да, сдвиг такой произошел в этом алфавите, и на смену буквы р приходит мягкий знак по этому. Далее. Смены буквы и, что придет. По строке смотрим, в которой буква г начинается. То есть третья строка здесь этого алфавита из квадрата виженера будет задавать правило замены. Ну и видим, в соответствии с этим правилом буква и исходного алфавита должна быть заменена на букву л. Далее. По строке, начинающейся с буквы е. Смотрим правило, в соответствии с которым определяется, что придет на смену буквы п. Вот видим, под буквой п в исходном тексте находится буква ф. То есть номер имеет, да, тот же, что буква п открытого текста в закодированном, гаммированном сообщении буква ф. И так далее. Продолжая, последовательные замены т заменится на у по строке из б, начинающейся, о заменится на я по строке с р, начинающейся, и так далее. Понятно, как произвести расшифровывание полученной криптограммы. Выполнить все действия в обратной последовательности, да. Представьте, что вы, зная ключевое слово алгебра, получили криптограмму K, мягкий знак, L, F, U, Я и так далее, да. Вы над этим словом запишите ключ, повторив его достаточное количество раз. И далее по квадрату виженера осуществляем обратные замены. K в соответствии со строкой, начинающейся на А, останется без изменений, то есть над K восстановится K. Мягкий знак в соответствии со строкой, начинающейся на L, должен меняться на R, соответствующая замена обратной произойдет, ну и так далее, да. Достаточно очевиден процесс расшифровки этого сообщения, зная, ключевое слово будет осуществляться. Этот шифр виженера в его время считался буквально нераскрываемым, неразбиваемым, но он безоговорочно сдался в 19-м столетии благодаря работам польского криптоаналитика Кассиски, жившим в период с 1805 по 1881 года. Польский аналитик заметил, что, как и в шифре Цезаря, тут к алфавиту применялся сдвиг, но длина сдвига варьировалась, при этом варьировалась периодически, а меняющиеся сдвиги выравнивают частоты появления букв, срывая планы анализа, который применялся для разгадки одноалфавитных подстановочных шифров. Но характерные различия частот остаются в последовательных сетях шифротекста, соответствующих повторам в ключевой последовательности. То есть в силу того, что ключевая последовательность, как правило, имеет небольшую длину, можно выявить эту частотную закономерность, разбив исходное сообщение на соответствующие блоки, к каждому из которых по отдельности применять частотный анализ. И если мы сможем найти длину периода ключа, этого ключевого слова, то с помощью частотного анализа можно будет идентифицировать и буквы. Но опять же с той оговоркой, что достаточно большое количество образцов предоставленных для анализа будет в наличии. Период же действительно можно узнать, отыскивая повторяющиеся блоки в шифротексте. Ну и некоторые повторы, конечно, будут случайными, но существенная их часть окажется результатом сочетаний повторяющихся слов или подслов исходного сообщения. Значит, будут они повторяться в виде блоков ключевой последовательности. Так сказать, наследовать, да, эти повторения из блоков ключевой последовательности на блоке закодированного сообщения. Когда это происходит, расстояние между повторными фрагментами должно оказаться равным кратным, точнее, периоду повторения ключевого слова. Ну и зная об этом, опять же, потом применяется частотный анализ и как шифр Цезаря взламывался, может и этот шифр, использующий квадрат виженера, быть взломан. Более сложным оказывается модульное гомирование, ну и соответственно криптостойкость его будет повыше. с алгебраической точки зрения, в случае шифра виженера необходимо брать аддитивную группу кольца вычетов по модулю N. Берем N различных остатков, которые при делении целого числа на N получаются, и операцию сложения по модулю N рассматриваем. В этой аддитивной группе после естественной оцифровки алфавита будут все действия по шифрованию данных осуществляться. Уравнение шифрования получается следующего вида. S и это символ шифротекста будет вычислен как остаток отделения суммы номера символа оцифрованного открытого текста альфа итого с периодической с членом с итом этим членом периодической последовательности образованной повторением некоторого отцифрованного ключевого слова. Опять же, чем длиннее которое, чем длиннее ключевое слово, тем лучше, то есть сложнее будет некоторые частотные закономерности обнаружить. гамма ит складывается с альфа ит и заменяется результат сложения на остаток отделения на n. Полученный символ шифротекста S ит используется для дальнейшей передачи этих данных по коммуникационным каналам. для зашифровки таким методом нет необходимости помнить всю таблицу виженера, а достаточно знать алфавит, которым эта таблица восстанавливалась бы, и его естественную оцифровку, ну и также уметь складывать числа по модулю n. Подобную рутину можно поручать и электронным вычислительным машинам, чем они благополучно справляются. Резюмируя сказанное, представим алгоритм шифрования методом виженера следующими этапами. На первом шаге отцифровываем сначала буквы алфавита используемого там латинский или кириллица или еще какие-то алфавиты в кольце вычетов по соответствующему модулю. модуль n как правило соответствует количеству символов в этом алфавите. Хотя опять же с тем же успехом можно взять модуль n удвоить в два раза больше числа символов взять и каждому символу тогда символу естественного алфавита будут несколько разных номеров соответствовать что опять же усложнит дальнейший криптоанализ получаемого сообщения. Во-вторых записываем сообщение в оцифрованном виде переводим в элементы отображаем буквы алфавита в элементы кольца вычетов по модулю n. Третьим этапом подписываем под этим оцифрованным видом периодическую оцифрованную гамму соответствующую ключевому слову. Четвертым этапом накладываем гамму на исходное сообщение. В простейшем случае это результат вычисления суммы по модулю n соответствующих чисел из сообщения и плюс символ гаммы. Таким образом можно получить шифротекст. Опять же сложение по модулю n это далеко не единственный вариант получения ситых. С тем же успехом можно было бы там и другие использовать формулы. Но в таком простейшем случае обычная сумма. Пятым этапом переходим от чисел ситых к буквам алфавита в котором осуществляется кодирование. Эти буквы в принципе могут не соответствовать буквам естественного языка. Допустим изначально если у вас алфавит кириллицу использовал потом перешли к буквам китайского языка с тем же успехом получится криптограмма. Для простоты лишь изложения с тем же успехом можно вернуться к буквам исходного алфавита и получить криптограмму в виде такой перемешанной последовательности букв исходного алфавита. Так например рассмотрим шифрование слова криптография с помощью ключевого слова алгебра методом Виженера используя естественную оцифровку букв русского алфавита в кольце вычетов по модулю 33. Тогда каждая из 33 букв кириллицы от А до Я получит номера начиная с нулевого для А и 32 номер для Я заканчивая. Открытый текст криптография будучи записанным по-буквенно в результате отцифровывания перейдет в набор чисел 11 для К 17 для Р 9 для И и так далее до 32 для Я отцифрованного отцифрованного гамма ключевое слово алгебра представит предстанет последовательностью чисел 0 12 3 5 1 7 0 и снова 0 12 и так далее повторяя необходимое количество раз для покрытия всего открытого оцифрованного сообщения шифра текст получается в результате сложения по модулю 33 11 плюс 0 по модулю 33 привело в 11 нас 17 плюс 12 29 дало ну и так далее да вот такой побольше слагаемых здесь все они по модулю 33 укладываются и получается шифра текст начиная с 11 и так далее и теперь текст криптограммы из оцифрованного шифра текста будет восстанавливаться по буквам из естественной оцифровки этих букв русского алфавита номер 11 имела буква к номер 29 имел мягкий знак 12 в л переведен и так далее каждый номер из шифра текста отобразился в букву криптограммы при расшифровывании этой криптограммы ее необходимо сначала обратно отцифровать а затем по модулю 33 выполнить обратные действия то есть вычитать ключевую гамму заметьте для афинных преобразований помимо вычитания еще нужно было умножать на обратный к старшему коэффициенту а здесь обратным к единице так как является единица то это существенно упрощает действия арифметические для сравнения рассмотрим во что преобразовалась криптограмма в данном случае после вычитания из 11 0 из 29 12 из 12 3 и так далее из номеров шифра текста вычли номера цифрованной гаммы получили номера букв оцифрованного открытого текста из которых потом к открытому тексту вернулись таким образом произошло расшифровка криптограммы ее дешифрация расшифровывание этого сообщения далее наряду со сложением как я уже упомянул выше можно использовать и другие уравнения шифрования тем же успехом если ранее для нахождения номера с итого складывали а ит с гамма итами по модулю n можно использовать и вычитание знаков гаммы в кольце вычетов по тому же модулю n соответствующее уравнение шифрования тогда примут вид с ит равно а итому минус гамма ит по модулю n или же гамма ит минус а ит по модулю n разные значения с итых будут получаться но тем не менее каждая из этих операций обратимо на обращение первой операции нужно будет прибавлять гамму ит и обратно для обращения второй операции со сменой знака нужно еще будет дополнительно по вычислять шифры гаммирования с использующие вышеперечисленные уравнения шифрования в кольце вычетов по модулю n обычно так и называют шифрами модульного гаммирования ну это такие уже классические шифры современных крипто стойких системах их не применяют но для такого вводного ознакомления на предварительном этапе вполне подходящее чтобы прочувствовать суть всех этих преобразований и алгоритмов шифрования наилучшее обобщение шифровиженера было предложено в далеком 1917 году американским инженером Гильбертом Вернамом жившим период с 1890 по 1960 годы если буквы латинского алфавита кодировать пятимерными двоичными векторами то есть двоичная запись букв латинского алфавита будет из пяти разрядов состоять и использовать операцию по компонентного сложения по модулю 2 ну такое исключающее или на языке математической логики получается сумма по модулю 2 когда 0 плюс 0 дает 0 1 плюс 0 дает то же что и 0 плюс 1 равна 1 в результате а 1 плюс 1 даст 0 в результате таким исключающим или действует это сложение ксор соответствующий есть оператор вот если сложение по модулю 2 осуществлять то как раз получаем шифр Вернама при этом ключевая гамма выбиралась случайным образом и использовалась только один раз при повторном использовании гаммы этот шифр мог быть вскрыт в силу достаточного накопления данных для статистической обработки и обнаружения некоторых закономерностей приходилось ключевую гамму менять каждый раз такая одноразовая гамма получалась эта система называется одноразовым щитом или одноразовым блокнотом заметьте времена к концу первой мировой войны всю вторую мировую одноразовым блокноту шифровальщики пользовались это достаточно громоздкий метод получался но так как и отправитель и получатель должны были хранить длинные ключевые последовательности но он был нераскрываемым блокноты выпускались и владельцы этих блокнотов могли переписываться друг с другом передавать принимать информацию допустим айзвукой морзи эти зашифрованные сообщения которые доступны были бы для расшифровки лишь владельцам этих блокнотов одно сообщение отправил расшифровал его лист одноразового блокнота удаляется дальше уже по другому ключу шифруется сообщение случайность ключа тут фактически означает что любую длину любые два сообщения одной и той же фиксированной длины будут порождать данную криптограмму с равной вероятностью то есть фактически можно было из одного и того же крипто текста зашифрованного текста восстановить любой открытый текст без знания ключа одноразового ключа среди прочего такой одноразовый щит использовался в горячей линии связи между Вашингтоном и Москвой во времена той же холодной войны опять же пока население там на панике к ядерным атакам готовилось Вашингтон и Москва благополучно общались сообщались друг с другом и приходили к общему мнению и вели диалоги благополучно шифры гаммирования определяемые уравнениями третьим и четвертым где разность гамма минус а и по модулю 2 сложения осуществляются замечательны еще и тем что при их использовании для зашифровки и расшифровывания требуется лишь один узел один и тот же инструмент используется для шифрации и дешифрации поскольку выполнив результат сложения по модулю 2 с и това с гамма и тим вы получите а и т дешифрованное сообщение с тем же успехом если из гамма и това вычтите с и т то получится а и т то есть та же самая операция значит на одной и той же инструментальной базе ее можно запрограммировать реализовать и использовать этот узел связи одинаково как для приема так и для работающей по одному этому же алгоритму как для приема так и для передачи сообщений подобные шифры получают название обратимых шифров заметьте со сложением похожего подобного не невозможно было если для кода зашифрованного по правилу через сложение нужно было использовать для дешифрации устройство позволяющее или реализующие алгоритмы вычитания для вычитания соответственно обратным действием было бы сложение вот в третьем и четвертом случаях когда из гаммы вычитался некоторый символ либо гамма складывалась через ксор как бы как по маске да этим исключающим или шифровалось сообщение то повторное ксорирование восстанавливало сходное сообщение это очень опять же с экономической точки зрения полезное опять же что легче два устройства с собой носить одно для приема другое для передачи или одно устройство которое как на прием так и на передачу работает благополучно далее рассмотрим такие примеры блочных шифров простой замены которые в истории получили именные названия это шифр плейфера и шифр хилла соответственно по именам авторов данных шифрограмма шифроалгоритмов алгоритмов шифрования как убедились выше задача вскрытия простой однобуквенной замены является не слишком сложной и основная трудность лежащая на пути криптоаналитика для вскрытия этого шифра стоит в том что избыточность открытого текста проявляется и эта избыточность открытого текста полностью проникает в шифротекст про избыточность опять же представляете да себе если литературную страницу забрызгали через букву через три символы затерлись потерялись вы все равно беспрепятственно сможете прочесть этот текст благодаря этой избыточности и собственно при переводе по алгоритмам замены простой эта избыточность переводится в шифротекст что делает очень рельефной диаграмму повторяемости знаков криптограммы за счет как раз малого числа шифровеличин которыми являются буквы алфавита опять же алфавит конечный небольшое количество символов правило для приема передачи данных используется и как результат это слабостью выше указанного шифра простой однобуквенной замены оказывается это побудило в свое время криптографов к устранению этой слабости за счет увеличения количества шифровеличин то есть получается не по одной букве будут кодироваться слова а комбинациями нескольких символов поблочно будут замены осуществляться с интуитивной точки зрения оно и понятно чем больше разница между количеством шифровеличин и количеством букв имеющегося в распоряжении алфавита тем более равномерной должна будет стать диаграмма повторяемости знаков шифротекста она как бы равномерно распределится по частоте вероятность появления той или иной комбинации наборов букв этих шифровеличин с помощью которых осуществляется кодирование и первым естественным шагом в этом направлении оказалось увеличение разрядности или значности шифровеличин то есть перешли к блочным шифрам простой замены не одна буква в одну букву переменяются заменяются а одна буква в разные наборы символов может быть отображена и простейший такой блочный шифр оперирует с биграммными шифровеличинами двубуквенными по-русски говоря шифровеличинами одной из первых таких одним из первых таких шифров как раз были биграммные шифры порта и плейфера приведем описание шифра плейфера нашедшего широчайшее применение в сначала двадцатого столетия потом с развитием ЭВМ по явлению первых электронных вычислительных машин криптостойкость все равно тоже сошла на нет и тем не менее в начале прошлого века когда вычисления были все большие степени ручными рутинными это оказалось довольно действенной на пути увеличения степени защиты и криптостойкости этого алгоритма шифрования английский ученый Чарльз Уитстон в 1854 изобрел шифр который позже стали называть шифром плейфера дело в том что Леон Плейфер заместитель председателя палаты общины министр почт председатель британской ассоциации развития науки был другом Уитстона был похож на него их часто путали чисто внешне даже эти справа представлены на слайде пара фотографий Чарльза Уитстона и Леона Плейфера вроде есть некоторые общие черты и в 1854 Плейфер продемонстрировал эту систему шифрования которую он сам называл недавно открытый симметричный шифр Уитстона в историю тем не менее этот шифр вошел как шифр Плейфера это был первый исторический из известных широкой общественности бигранных буквенных шифров то есть двусимвольных из двух грамматических элементарных фрагментов создавался код и соответственно больше комбинаций появлялось для реализации шифрования то же обстоятельство что Плейфер популяризовал изобретение Уитстона как раз и сохранило его имя в названии шифра и этот шифр использовался англичанами активно в период Первой мировой войны Основой шифра Плейфера является прямоугольная таблица в которую записан систематически перемешанный алфавит Систематичность этого перемешивания используется лишь для удобства запоминания С тем же успехом можно было бы не систематично перемешанный алфавит задействовать но запомнить его было бы сложно приходилось бы с собой носить этот своеобразный ключ результат этого перемешивания и это давало бы некоторые некоторые бы так сказать тонкие места для раскрытия этого шифра Правило зашифровывания сообщения состоит в следующем Берем буквы Биграммы получается парами номеров номеров каждая буква представляется допустим что это пара И и Ж для И неравного Ж эти буквы будут шифровеличинами расположенными в данной таблице систематического перемешанного алфавита фактически номера строк и столбцов пары Биграмм будут восприниматься для зашифрования Биграммы и Ж мы на смену этой пары и Ж ставим соответствие Биграмму КЛ где номера К и Л фактически строки и столбца этой Биграммы будут определяться в соответствии с достаточно простыми правилами Эти правила заключаются в том что если индексы И и Ж не ложатся в одной строке или в одном столбце то их позиции будут формировать прямоугольник такой да противоположные вершины прямоугольника и К и Л из этого прямоугольника могут быть выбраны в качестве пары вершин где К это вершина лежащая в той же строке что И Ж будет Л будет из строки Ж выбираться если же индексы И и Ж лежат в одной строке то К и Л будут буквами той же строки которая расположена непосредственно справа от И и К Ну и поэтому при этом если одна из букв последняя в строке то считается что ее правым соседом будет первая буква той же строки получается таким по циклу да как вот в змейке играете за правый край экрана выходите и слева появляетесь именно так и здесь если правее некуда то крайнюю левую выбирают из той же строки аналогично если индексы И и Ж лежат в одном столбце то их меняют на соседей снизу в целом такой прямоугольник формируется из этих углов соответственно на примере наглядно это правило можно записать так в первом случае когда индексы И и Ж имеют разные строки разные столбцы достраиваем до прямоугольника и в диаметрально противоположных вершинах к индексам И Ж обнаруживаем номера К и Л в случае когда И Ж были слиты в одну строку циклический сдвиг вправо осуществляем при необходимости возвращаясь к первому слева символу если же индексы И Ж пары И Ж лежали в одном столбце то на единичку вниз опустившись с циклическим сдвигом при необходимости продолжает с верхней ячейки вот здесь под И оказывается если И лежит в самом нижней строке то под И будет самая верхняя строка этой таблицы ключевой момент что тут все вокруг прямоугольника строится с противоположными вершинами И Ж и на диаметрально противоположные пары К и Л которые заменяются при зашифровании открытого текста этот текст представляется в виде последовательности БИГРАМ то есть пары букв если текст имеет нечетную длину или содержит БИГРАМ состоящую из одинаковых букв то в него добавляются пропуски пустышки обычно роль которых играет некоторая редкая для данного типа текста буква там Ф Е Э помните да самые редко встречающиеся символы с какой целью подобное размешивание исходного текста осуществляется с тем чтобы во-первых чистоту исходного текста да как-то распространить равномернее ну и с другой стороны для восстановления этого текста если в нем будут лишние символы встречаться то для носителя языка которому сообщение предназначалось не составит особого труда прочесть сообщение игнорируя промежуточные вставленные лишние символы в то же время наличие этих символов зашумления символов пустышек существенно затруднит криптоанализ в любой момент времени в любом месте исходного текста может оказаться любая лишняя буква которая как раз собьет всю статистику проиллюстрируем опять же вышесказанное вышеописанный процесс кодирования декодирования шифрация дешифрация шифрование дешифрование следующим примером шифр плейфера пусть шифр использует прямоугольник размером 5 на 6 опять же размерность этого прямоугольника определенную тайну имеет и соответственно без знания размера прямоугольника восстановить текст по этому правилу будет затруднительно в данный прямоугольник записано систематически перемешанный русский 30 символьный алфавит почему 30 потому что некоторые такие редкие особенные йо и кратко твердый знак отбросили и на основании ключевого слова командир будем шифр плейфера реализовывать ключевое слово командир видим в первой строке записано он переносится на начало второй строки ну а далее оставшиеся неучченные буквы систематически перемешанные B V G E G Z и так далее то есть алфавит не подряд идущие символы а из подряд идущих символов выдернули символы ключевого слова и поместили в самое начало тем самым как бы запутав да и достаточно запомнить ключевое слово командир и размерность этого квадрата чтобы восстановить в любое время при необходимости этот прямоугольник для применения шифроплейфера ну и зашифруем следующую фразу автором метода является Уитстон в качестве пустышки символа разделителя при необходимости задействуем букву F почему именно ее потому что помните она реже всего встречается в литературных текстах на русском языке и поэтому вполне уместно роль символа дополнительного символа который будет при необходимости сбивать частотный анализ теперь представим имеющуюся фразу в виде биграм ав спарили то спарили ро спарили а вместо мм на стыке двух слов использовали промежуточный промежуточную вставку редкой буквой f получилось мф а потом ме да t-o d-a я-v л-я ну дальше повторяющихся букв нету ну а в паре к последней букве n дописали вновь этот разделитель f пришлось поэтому дважды вставлять пустышку ну хотя с тем же успехом можно было бы еще в каком месте ее дополнительно использовать ну опять же с частотой не выше не чаще не меньше в среднем частотой с которой бы любая другая буква могла появиться в этом тексте итак набеграммы разбили теперь в соответствии с выше сформулированными правилами начинаем формировать шифротекст смотрим для пары а в оказывается что эти буквы расположились в одном столбце сдвигаем переходим вниз к соседним парным буквам ВП теперь для пары ТО обнаруживаем что достроив до прямоугольника диаметрально противоположные будут иметь ячейки значения З и Д поэтому смену ТО пришло З и Д теперь РО где находится а эти символы находятся в одном столбце значит сдвинув вниз мы можем записать вместо РО буквы ЗР ОХ пришло на смену МФ в самом деле вот буква М вот буква Ф соответственно диаметрально противоположны по этому прямоугольнику мысленно достроив до которого в этой таблице расположились О и Х ну и так далее да пошли попарно все биграммы заменяться если же без пробелов после этого записать получившийся шифротекст то получится вполне себе нечитаемый набор букв ВП ЗДЗ РОХ Д БЗ Д и так далее да причем частотный анализ эту последовательность не возьмет да расшифрование при этом с узнанием ключевого слова будет проводиться по аналогии с шифрованием но лишь измененным направлением стрелок если прежде мы сдвигали вправо вниз то теперь будет при наличии букв в одной строке сдвигаться влево циклически эта строка при наличии букв в одном столбце сдвигаться вверх вот эти строки ну и по прямоугольникам тоже в обратном направлении будут переходить к новым символам криптоанализ описанной системы шифрования плейфера опирается на частотный анализ биграмм и на особенности замены получаемых шифровеличин на обозначения связанные с расположением алфавита в формирующихся прямоугольниках при этом существенную информацию о производимых заменах дает знание того что используется систематически перемешанный алфавит то есть есть некоторая зацепка что по короткому ключевому слову восстанавливается вся таблица шифрования то есть если бы использовался хаотически перемешанный алфавит тогда была бы криптостойкость выше но тогда при этом нужна и память покрепче да чтобы запомнить эту таблицу целиком где какая буква зачем следует и потом восстанавливать из этой таблицы шифротекст шифрограммы да восстанавливать и формировать этот шифр использовался в тактических целях британскими вооруженными силами во второй англобургской войне и в первой мировой а также австралийцами и немцами применялся во время второй мировой войны причина использования шифра плейфера кроется в том что достаточно просто его применение достаточно легко применять в при этом нет необходимости возить с собой дополнительное специальное оборудование то есть в ручном режиме человек может зашифровать и дешифровать по соответствующей табличке данные сообщения ну и соответственно без сакрооборудования там за мирного жителя сойти в случае необходимости обратно восстановить связь с центром опять же какие там коротковолновики буквально из подручных средств приема передатчики создают и соответственно по радиоволнам помчаться на эти шифрограммы азбукой Морзе основной же целью использования этой шифры этой системы шифрования была защита важной но не очень секретной информации во время ведения боя ну и к тому времени когда вражеские криптоаналитики взламывали это сообщение то информация уже была бесполезна для них то есть короткий промежуток времени да актуальность этой информации терялась использование шифра плейфера в настоящее время увы нецелесообразно поскольку современные компьютеры ну и даже носимая электроника могут легко взламывать этот шифр за несколько секунд то есть иметь распоряжение необходимо нам просто словарь языка на котором сообщение зашифровывается дешифровывается и по словарю атака происходит соответствующие частоты восстанавливают по соответствующим частотам биграм восстанавливается дешифруется имеющееся это открытое сообщение первый же изданный алгоритм взлома шифра плейфера был описан в 1914 году то есть заметьте криптографы криптоаналитики в 1914 нашли возможность взлома на 19 страницах в брошюре 19-страничной лейтенант Джосеф Моуборн это описал вплоть до Второй мировой войны немцы англичане пользовались этим шифром подкупающим своей простотой и такой мобильностью нет нужды в дополнительных устройствах для шифрования дешифрования данных хорошо следующий шифр такого класса получил название шифра Хилла по имени ученого в области криптографии американского математика Лестера Сандерса Хилла жившего в период с 1890 по 1961 годы собственно фотография его и Лестер Сандерс как раз предложил использовать шифровеличины и шифрообозначения тоже широко известном шифре ныне широко известном когда когда бы являлись н граммы для шифровеличины шифрообозначения над кольцом вычетов по модулю м то есть мы последовательности из нескольких чисел кольца вычетов по модулю м будем в качестве блоков для кодирования для шифрования и дешифрования используемых использовать так что алфавитом открытого текста и шифротекста будет служить кольцо вычетов по модулю м множество ключей к большое будет состоять из обратимых квадратных матриц нного порядка с элементами из кольца вычетов по модулю м из курса алгебры и теории чисел известен критерий обратимости квадратной матрицы над кольцом вычетов по модулю м а именно квадратная матрица к большая над кольцом вычетов по модулю м оказывается обратимой тогда и только тогда когда ее определитель будет взаимно простым с модулем м заметьте частный случай этой теоремы нам уже встречался ранее когда обратимость элемента а в кольце вычетов по модулю н определялась да то есть там взаимная простота числа а с модулем м требовалась но если вы на а посмотрите как на квадратную матрицу первого порядка то это будет частным случаем прозвучавшей теоремы в общем же случае для квадратной матрицы n порядка взаимная простота ее определителя с модулем m обеспечивает обратимость этой матрицы но опять же это шифр хилла подчеркиваю достаточно древний да и в Беркли вот институт Беркли есть такой Беркли дот еду можете зайти посмотреть по сей день существует меккокриптографов мировая и соответственно ныне не только обратимые на некоторым кольцом вычетов матрицы они анализируют а еще занимаются псевдо отысканием различных алгоритмов для псевдо обратных матриц псевдо обратимость ныне исследуется ну и соответственно в криптографии активно используется правило же зашифровывания и расшифровывания сообщений текстов да открытых преобразований в закрытые сообщения обратном заключается в следующем если дана н грамма открытого текста фактически набор из н компонент элементов x1 x2 и так далее xn k большое это обратимая квадратная матрица n порядка элементы которой k малые с нижними индексами и ижи над кольцом вычетов по модулю m является ключом к шифрованию y соответственно n грамма шифра текста то есть получившиеся в результате шифрования набор символов букв значений y1 2 и так далее yn то y с x связан как результат умножения на обратимую квадратную матрицу k y равен x умноженной на k откуда x может быть выражен как y умноженной на k в минус первой то есть на матрицу обратную к матрице k вот здесь оказывается обязательно обратимость чтобы реализовать вот то самое дешифрацию взаимная простота определителя матрицы k с m требуется подчеркнем что при выполнении матричных операций все действия будут над элементами матрицы производиться в кольце вычетов по модулю m то есть посчитали суммы произведения а потом заменили результат на остаток от деления на m опять же это модулярная арифметика в силу ограниченности разрядной сетки электронных вычислительных машин просто необходимая оказывается если адресация ячейки в 1 байт поддерживается 1 байт у нас от 0 до 255 лишь значение может хранить соответственно модуль m будет равен 256 и по этому модулю степени двойки будут все вычисления осуществляться давайте проиллюстрируем введенное определение некоторым примером с модулярной арифметикой в современных EVM дела обстоят получше там уже современные процессоры 512 битную разрядность имеют это далеко не 8 битная если по одному байту смотреть то есть размеры там уже этих чисел такие колоссальные что в ручных вычислениях с ними не справиться тем не менее любой смартфон достаточно производителем для того чтобы эти сообщения и на лету шифровались дешифровались в аудио и видео формате транслировались таким образом на конкретном примере давайте простой ситуации когда шифр хилл рассматривается над кольцом вычетов Z33 по модулю 33 с использованием естественной оцифровки букв русского алфавита как эта естественная оцифровка выглядит у нас уже сегодня это описывалось A имеет номер 0 B номер 1 V номер 2 и так далее до Яс номером 32 как все возможные различные остатки при делении на 33 получающиеся значениями от 0 до 32 и шифр хила возьмем с ключевой матрицей К содержащей построчные элементы 18 1 в первой строке 1 1 во второй строке над кольцом вычетов по модулю 33 зашифруем слово математика после этого запишем криптограмму и расшифруем полученную криптограмму в качестве проверки выясним верно ли эта криптограмма оказалась интерпретированной через матрицу обратную матрицы К восстановлена начнем вычислять определитель матрицы К как вычисляется определитель как сумма произведения элементов главной диагонали произведения элементов побочной взятой с противоположным знаком минус получается 18 1 минус 1 HD1 определитель матрицы К оказался равен 17 замечаем что 17 и 33 взаимно простые числа поэтому матрица К обратима, кольце вычетов по модулю 33. Заметим, что обратным к числу 17 по модулю 33 оказывается число 2. В самом деле, если 17 и 2 перемножить, то остаток результата умножения при делении на 33 будет равен 1. Что, собственно, для взаимнообратных элементов и требуется. 17 на 2 это 34. При делении на 33 получаем 1 целая и 1 в остатке. Неполная частная единица и остаток единицы. Находим теперь обратную матрицу для матрицы К. Как разными способами можно это осуществлять. Как минимум 3 разных способа в курсе линейной алгебры рассматривали. Можно через дополнительную к присоединенной транспонированную матрицу. Берем. Она формируется из алгебраических дополнений. Элемент уитой строки житого столбца. Записанных в житой строке и этого столбца. И умножаем на единицу, деленную на определитель матрицы К. Эти архитические действия выполняем. Алгебраические дополнения А и житые вычисляются как минус единица в степени И плюс Ж. умножены на определитель матрицы, полученный из исходной путем удаления и той строки житого столбца. Здесь благо, что после удаления и той строки житого столбца из квадратной матрицы второго порядка остаются квадратные матрицы первого порядка. То есть сами элементы, да, вот они все здесь перечислены, трансформируется, транспонируется присоединенная матрица, делится на 17, получается на 17 минус 1 умножается, как умножение на 2 это получается. Умножение матрицы на число осуществляется как результат умножения каждого элемента матрицы на это число. Получили там минус 2, 3, 2, 2 элемента. И таким образом матрица обратная к матрице К оказалась состоящей из чисел 2, минус 2, 2 и 3. При этом не забываем, что мы находимся в кольце вычетов по модулю 33. То есть с тем же успехом вместо минуса 2 можно 31 записывать, да, как остаток от деления на 33. Далее напомним, что алгебраическое дополнение легко вычисляется через миноры, да, и, соответственно, алгеритмически разрешима данная задача оказалась. Причем эта задача еще и легко распараллеливается. Можно каждое алгебраическое дополнение вычислять независимо от всех остальных. И, соответственно, за быстрое, да, там, сублинейное время это обращение будет реализовано. Разобьем теперь открытый текст математика на фрагменты длины 2, биграммы, да, тем самым сформируем и произведем его оцифровку. М с А вместе даст пару 13.0. Т и Е вместе даст пару 19.5. М с А спариться в 13.0. Ну и так далее. Теперь же необходимо каждый оцифрованный блок, ту самую биграмму, да, умножить на ключевую матрицу К. Взяли биграмму Х. Допустим, пара 13.0 справа на квадратную матрицу К. Ключевую матрицу, да, ключом данного шифра, являющейся, можно умножить. Для этого нам понадобится 5 умножений. Поскольку всего 5 биграмм в слое математика сформировалось, ну, с целью экономии запишем оцифрованный блок, оцифрованные блоки, да, все эти 5 блоков, как строки прямоугольной матрицы размерности 5 на 2. И эту матрицу Х будем умножать справа на ключевую матрицу К большую. В результате будет получаться матрица У, из строк которой считываются оцифрованные блоки шифра текста. То есть, сохраняется, да, результат шифрования в этой матрице У. Заметьте, что без знания ключевой матрицы подобрать этот У уже будет трудно, да. Разные ключевые матрицы из разных Х будут разные У давать. Вот, собственно, выполняем операции, да, как матрица на матрице умножается. Помним, для нахождения результата умножения Итой строки житого столбца нужно Итую строчку умножить на житый столбец. А строка на столбец умножается как сумма произведений соответствующих компонентов. Ну, как скалярное умножение, да, фактически вычисляется. При этом не забываем, что все действия у нас по модулю 33 проводятся. То есть, результату действия мы еще применяем деление на 33, и остаток от деления на 33 записываем. Так, например, если 13, 0 хотим умножить на 18, 1 для нахождения элемента первой строки, первого столбца. 13 умножается на 0, на 18 прибавляется 0, умноженный на 1. Получается число, которое при делении на 33 дает остаток 3. Аналогично умножая пару 13, 0 на 1, 1, получим элемент первой строки второго столбца, равный 13. Ну и так далее, да, все остальные биграммы будут выписаны. Таким образом, шифротекст примет вид следующей пятерки пар. То есть, 10 чисел, да, сформировалось. 3, 13, 17, 24. Это во второй строке. 3, 13 из 3, 21, 28 из 4, и 0, 11 из последней. Если теперь восстанавливать криптограмму по номерам, естественной нумерации этого алфавита. Опять же, естественную нумерацию можно всегда заменить, да, на перемешанное какое-нибудь значение брать. И эти перемешанные значения менять каждый раз, да, и по определенному правилу гомирования применяя, затруднив тем самым частотный анализ. Но, тем не менее, если естественной нумерацией пользоваться в кодировке, да, ну, тройке будет соответствовать буква Г, 13 будет соответствовать буква М, и в результате получится Г, М, Р, Ч, Г, М, Ф и А, К. Ну, абракадабра, да, в которой, ну, никак не улавливается исходное слово математика. Заметьте, что там они мало того, что с помощью биграм задействовались, так еще и ключевая матрица была четырьмя значениями определена, четырьмя целыми числами. То есть, уже как минимум в четыре раза, не в четыре, а вот, получается, в степень четвертую, да, возводить, умножаем количество комбинаций, сколько было там. Если бы одной буквы матрицы первого порядка довольствовались, было бы 33 разных значений, да, по модулю 33. А когда четыре разные комбинации задействуются, тут у вас количество ключей гораздо больше, будет 33 в четвертой степени разных ключей. Перебрать такое количество комбинаций сложнее. А если перейти от биграм к три граммам, или четыре граммам, пяти граммам, когда матрицы будут пятых или более высоких порядков, ключевые матрицы, если брать еще больше, таким образом повышает скриптостойкость. Ну, произведем теперь, попробуем расшифровывание. Для гоморчикафака, после разбивки на биграммы, оцифрованный текст восстановился последовательностью чисел. 3, 13, 17, 24 и так далее. Впишем их построчно в матрицу Y и умножим ее на K в минус первой, вычисленную ранее. Опять же, пропустив некоторые этические выкладки, заметим, что в левом верхнем углу уже обнаружилось 13. Как результат умножения 3х2 до плюс 13 на минус 2. Если перемножить, перейти к остатку от деления на 33, получается 13. Аналогично, если 3 умножить на минус 2, да прибавить 13, умноженное на 3, то по модулю 33 ожидается 0. Ну и так далее. Все остальные элементы матрицы этой X вычисляем. Не забывая о том, что опять же задача матричного умножения легко распараллеливается, значит эффективно можно ее на многоядерном процессоре быстро посчитать, декодировать и найти шифрограмму. По шифрограмму отцифрованного, точнее не по шифрограмму мы восстанавливаем отцифрованный открытый текст. В данном случае его формируют пары 13.0, 19.5 и так далее. Построчно списали элементы матрицы X. И если теперь обратно восстанавливать этим числовым номерам буквенные значения, поставленные в соответствие по естественному, по результату нумерации естественного алфавита, в который M имело номер 13, A имело номер 0 и так далее, то как раз получится слово математика. Каждое число открытого, отцифрованного открытого текста перевелось в буквенное обозначение. Но опять же разные кодировки могут менять это преобразование. Много разных кодировок существует. Опять же этот переход нельзя считать криптографическим преобразованием, поскольку ключа как такового не требуется. Но такое преобразование, смена кодировки промежуточным действием тоже является собой. Нередко бывает, может пытались открывать, если в блокноте какую-нибудь страницу или текст, или сейчас это уже все реже и реже. На веб-сайтах уже сами браузеры бывают настолько продвинутые, что даже если сайт не указывает кодировку, в которую возвращает вам страницу, браузер в автоматическом режиме может быстро на лету без всяких знаний ключей восстановить эту кодировку. То есть подобрать по какой кодировке намерение.